Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Зератул, и с вами 21-я серия прохождения игры под названием Spirit Pairer. Отправляемся к нашей прекрасной Стелле и отправляемся навстречу нашим приключениям. В прошлой серии нам сказали, что скоро пора расставаться с нашей прекрасной любимой Саммерой, и это очень печально. Но давай посмотрим, что мы будем делать в этой серии. Значится, наш план Капкан каков? Наш план Капкан каков? Доплыть до прекрасной нашей моржихи, запрыгнуть наверх, потому что мне в комментариях под прошлой серией сказали, что это вообще-то реально, и что это я просто завтыкал, и что-то не понял. После чего, наверное, мы отправимся прощаться к вечным вратам с нашей Саммер. Наверное, как-то вот так. Подождите, 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 а я поставил путь? Так, таки поставил. Выходим. Нет, не выходим. Заходим наверх и ложимся спатеньки. Да, мы хотим спатеньки с нашим сельным котиком. Ох, наши шады. Наши шады снизу просто прекрасны. Есть что, немножечко, и у нас появится больше садов. Но сначала нам нужно доплыть до музея. Ну ладно, всё, не буду кавиалка с лавиа. Ну если только чуть-чуть. Бежим, ребятки, вниз. Ну давай, просыпайся, родная. Утро раннее, но работать уже пора. Просыпаемся, ребятки, просыпаемся. А тут у нас вовсю подсолнухи растут. И мы их, конечно же, собираем. Конечно же, собираем. И мы их заново сажаем. Или не сажаем. Или не сажаем. Или не сажаем. Сажаем всякие тут семена латука и прочую интересную штукень. Так, мы почти приплыли к этому музею. В миллион пятьсот первый, пятый, десятый, двадцать пятый, восьмой раз пытаюсь залезть в музей. Говорят, что я просто что-то не понимаю и не так прыгаю. Говорят, что нужно, мол, прыгнуть и нажать W и залезешь ты в музей, стример. Поэтому давай. Но перед этим мы сейчас выкопаем кольцо вот золотое. Ну, кому-то вручим. Видимо. Так, что посад... Ой, я... А, я не разглядел, что я посадил. Я сразу посадил морковь. А у меня вот тут вообще-то еще семечко чего-то неизведанного. И еще салат и латука. Поливать не будем, потом польется само как-нибудь. Эммм... Ой, персики пора собирать. Обождите. Ой, да вообще пора собирать нам все. Так, Саммер вон вышла погулять. Небось там растением песенки петь. Подожди, Саммер, у нас еще с тобой. Нам еще с тобой немножечко-немножечко. Нужно потерпеть. Потому что сначала в музей, а потом уже к вечным вратам. На ледочку. И в музей. В музей. Угу. Итак, в миллион пятьсот пятьдесят первый, двадцать восьмой, тридцать в пятый раз мы пытаемся. Сказали сделать следующее. Даблджам, после чего даблы. Не работает, ребята, ваша тема. Беру свои слова назад. Хе-хе-хе-хе-хе. Здравствуйте. Прекрасно. Просто фантастика. Паромщик здесь, на этой богом забытой скале. Далеко в открытом море. Она добралась сюда. Не с первого раза, будем откровенны. Посмотрела на холодный отвесный утес. На сломанную лестницу. Посмотрела на все это и подумала. О, как чудесно. Видимо, меня здесь очень ждут. Но ты меня нашла. Больше нет смысла бежать от этого. Что же. Запущу тебе свою старую кассету. Хм. Паромщик, имени которого я не знаю и не хочу знать. Я коллекционер. Также известная как Сьюзан. Боги. Во всем своем материалистическом высокомерии сыграли надо мной жестокую шутку. Видишь ли, я коллекционер не по своей воле, а по зову долга. Бесконечный грабеж очень даже конечных чудес этого мира. Без сомнений позволят тебе набрать в коллекцию хлама, способную сравниться с величайшими мусорными горами в истории. Мой долг вручить тебе эту награду за бессовестное поведение. Еще больше хлама. Иронично, верно? Мои предшественники просили в качестве платы набранные сокровища. Кто их знает зачем. Но в моих служебных обязанностях об этом ни слова. И мне совершенно не интересен твой мусор. Поэтому, когда придет время, покажи мне ужасающую грудь, которую ты собрала. Забери свою бессмысленную награду и уходи. Живо! И убери за собой. Ребят, всего один вопрос. Какого лешего я не смог с первого раза, с первого раза залезть сюда? Забираем коллекцию. Ну, посмотрим, что ты притащила на этот раз. Похоже на... Почему? Почему во имя всего святого и прекрасного ты таскаешь с собой эту ужасную штуковину? Она отвратительна. Не только на вид. Под самой моей душе больно смотреть на нее. Но подожди, я узнаю ее. Ааааа! Он нет. Я должна была догадаться с самого начала. Этот человек послал тебя сюда, верно? Этот мелочный, материалистичный, поверхностный псевдоинтеллектуал. Он прислал тебя, я права. Этот скользкий, коварный хорек. Он все злится из-за своей драгоценной гравюры, да? Но он никогда ее больше не увидит. Я тебе это гарантирую. Пускай узнает значение слова аскетизм. А в награду за эту абсурдную, нелепую коллекцию ты получаешь... Посмотрим. Нет. Не может быть. Не может быть судьба так жестока. Пускай. Просто возьми ее. Забирай эту чертову гравюру. Возвращайся к этому болтливому идиоту. Просто, просто бери, что хочешь, и проваливай. Отис гравюры поддерж... Простите, я не могу переключиться с этого голоса. Теперь вы будете слушать все в озвучке Goblin Entertainment. Но это не точно. Потому что у микрофона Zero Tool. Ммм, значит это Zero Tool Entertainment. Интересно. Ладно, ребятушки. Вдохнули, выдохнули. И мы набрали 2 из 4 статуэток. Блин. Ребят. Нам... Нам немножко чего-то не хватает. Получается, я зря продал куклы. Чьерт. А, нет, погоди. 5 из 5. Блестящие осколки камней. Вот радость-то. Ну, у тебя наверняка еще куча дел. Не хочу тебя задерживать, паромщик. У тебя две задачи. Находить камни и духов. Кстати говоря, кто вообще придумал дурацкое прозвище паромщик? Звучит просто ужасно. Вот мое имя очень мелодичное. Сьюзен. Сьюзен. Сьюзен коллекционер. Спасибо, Сьюзен коллекционер. А теперь мы возьмем еще что-нибудь у тебя. Сьюзен коллекционер. Погодите. То есть я, получается... За каждую фигню могу что-то получить? Какая прелесть! Ты начала коллекционировать новый вид хлама. На этот раз рыб. Они уродливые, вонючие. Но ты просто не можешь удержаться. Тебе надо обязательно поймать всех. К счастью для меня, у тебя вряд ли получится собрать эту коллекцию. Эти гады очень скользкие. Мы продолжаем, ребят, терроризировать. И я не понимаю, почему, блин, разработчики не придумали возможность за раз сдать все коллекции. Почему каждый раз нужно тыкать? Ну да ладно. Следующая нагр... Аааа, я понял. Я собираю награды... Нет, погоди. Как я собираю награды? Ничего не понял. Ого! Полпути пройдено. Искатель ярких камней. Тебе так нравится, как они выглядят. Тебя забавляют эти игрушки смертных? Ну конечно. Но я тебя не держу. Иди. Картины какие-то получили. Шо это все такое? Ээээ... Еще награда. Как это работает? Что? О, как чудесно. Ты награбила почти все драгоценные камни в округе. Как повезло этому миру. О, великий разрушитель, научи нас жить. Прекрасно. Ты меня даже не слушаешь. Забирай это и уходи. Че ты мне ковры свои пекаешь? Давай че-нибудь еще. Еще? Я не понимаю, что я впариваю ей? Давай еще? Я не знаю. Отличная работа. Мы лежалкие смертные в твоем сме... Озвучка это так сложно, ребят. Хорошо, что я не озвучиваю ничего. А мы лежалкие смертные в твоем сиятельном присутствии. Скажи, о, великий паромщик, что я могу дать тебе, дабы утолить твою невероятную жажду. Ну, так завершилась захватывающая сага о том, сколько драгоценных камней ты можешь мне принести. Писем от тебя я не жду. Высокомерная выскочка. Так, продолжаем терроризировать эту моржиху. Коллекция завершена. Аллилуйя, ребятки. Это было, блин, сложно. Нужно поговорить. Что тебе от меня надо? Давай уже. В смысле давай уже? Ну, ладно. Больше ты мне не нужен. Так, котик. Прекрасный котик, между прочим. А тем временем мы, ребятки, отправляемся дальше. Куда отправляемся? Правильно. Какому-то чуваку, который нас заставил это все собирать. Подождите, внезапно тут появился мистер. Ой, у меня есть доски. Доски, хватай доски. Я тут наделу для тебя досок, Стелла, прошу. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. А что-то новенькое. А Франциско говорит, сегодня твой счастливый день. Удача на твоей стороне. У меня для тебя новое поручение. Свеженькое. Ну-ка, посмотри. Ох, ребятки. Поручение. Корн-дог, суп с лапшой. Лук-порей, салат-латук. Нерка, огнецвет. Нифига себе у тебя тут запросы. Чайные листья и рис. Кварц и галактическая ткань. О, вот это мы можем прямо сейчас дать. Груша и что-то еще. Сияющий студень и молния в бутыль. Ладно, продать. Продаем, продаем, продаем. Масло, холсты, едва читаемая подпись. Искусственное применение Киара Скура и Сфумато. Надо продать. Продаем. Дальше не продаем. Ну и ладно, в общем. Поговорили и хватит с тебя. Бежим. Ой, письмецо. Так, как оно читается? Забыл немножко. Погоди, а какое письмо из этих? А, вот здесь. Отиск гравюры по дереву. А, лист отиск с интересным узором. С интересным. Так, а нам ведь этот прекрасный лист кому-то нужно было впарить. Если мне не изменяет память. А память мне не изменяет. И для того, чтобы его кому-то впарить, нужно же на Фурагаву его отвезти. Правильно ведь? Здесь сидит дух, который ждет от меня эту гравюру. Тогда наш план Капкан немножечко меняется. Сначала на Фурагаву, а потом отвозим Самар. Куда должны отвезти? С литок цинкой не умеем делать. Доска из ясеня не знаем такого. Дубовая доска... Знаем такое. Сад нужны дубовые доски. Собрали грушу, ребятушки. Что нам нужно еще? Галактическая ткань? Есть ли у меня что-нибудь... Ну давай... Под чем? Под чем немножечко? Немножечко чайную ложечку. Оуу. 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зачем-то мы хлопковые нити крафтим. Да блин, подожди. Вот сейчас вообще было не кстати вот... О, я попадать стал из-за этого. Кек. На расстояние лучше попадается почему-то. Блин, надо выходить срочно. А то мы что-то пропускаем. Что-то очень ценное, судя по всему. Иначе я не знаю, зачем меня отвлекли. Что-нибудь есть? Есть чье? Котик вон в шоке На морозе и в воде Вот это конечно же водер ваш стримлер Так Более ничего нет Продолжаем Наше ткачество Нет ребятки на расстоянии Как-то реально проще что ли Ну или типа того Не знаю как объяснить Но что-то иначе происходит Так продолжаем что-нибудь ткать еще Шерстяное волокно Эй подожди В смысле я все хотел положить Шерстяное волокно Ткать Так давай поехали Наступила ночь Оч-оч-оч Но Мы не знаем что такое сон Как и стримлер Ваша стелла Занимается Ткачеством А не сном Вот И если у стеллы В Магическом мире Спиритфейрера Ночь То у стримера В реальном мире Семь утречка И что он делает Правильно Тчет Он тчет А мы бежим ребятки спать Хотя бы в игре Хотя бы в игре Хотя бы в игре А еще нам надо бы Наверху там всякое Пособирать Да новое Засажать Где тут вход Так А это что было Какой-то Холопок Али что Короче Будет рис И кофа Кофа И рис Угу А теперь Мы идем Сп До утра Мы спим До утра Спим до утра И пьем Прекрасный чай В смысле Напиток стримеров Напиток стримеров Конечно же Только Не полите Контору Я раскрыл вам Секрет Супер Напитка Стримеров Пьешь этот Напиток И становишься Стримлером Так Делаем Бздынь Бздынь И Я даже Не знаю Что мы будем Делать далее Наверное Дубовые доски Клепать А где у меня О боже Ждите А где я делаю Дубовые доски Не напомните Ли вы мне А вот тут Карта 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 Где мы делаем Дубовые доски Штучек Десять Сильвупле О я даже смог В квестик С первого раза А Но это было Недолго И это было Недолго Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Не Котик вон наш Спать начал Так ну ладно Сколько-то дубовых досок Мы наделаем И это Самое Главное Еще как минимум Три раза Надо это сделать Не Не Касой Стример Ничего не может Этот Слимлер Только Все Польтит А все Да Я же сказал Все Куда мы там Приплыли Я уже забыл А Что-то Отдавать Ну в смысле Искать Еще одного Духа На плечо Село К нам Котик Село Котик Тем временем Половина серии Прошло Сюда ли мне Нужно было Я что-то Запамятовал Ребятушки Ну по-моему Сюда Ну а если Не сюда Таки Придется Где-то Поплавать И поискать Потому что Я забыл Откуда Меня Отправили За этими Прекрасными Гравюрами Погоди Не ты ли Меня отправил За гравюрами Не ты Явно Не ты Вот Здравствуй Уже вернулась И вы только Гляньте Ты все-таки Достала Эту работу О Стелла Это прекрасно Ты взорвала Гравюру В смысле Ты вырвала Гравюру Из холодных Лап Этой Ведьмы Какая Решительность Какая Сообразительность Да ты Определенно Станешь Ценным Помощником Во всех Моих Начинаниях Или вернее Наших Начинаниях Что ж Решено На этом острове Мне больше Не к чему Стремиться Поэтому я Присоединяюсь К твоей Маленькой Экспедиции В качестве Пассажира Разумеется А не матросам Да-да Этот корабль Может быть Идеальным местом Для выставки Ну чего ты ждешь А ну-ка Вперед Пять видов Фурагавы Задание Выполнено А это Значит Сто А это Значит Что мы Отплавляемся Дальше Есть ли здесь Сто-нибудь Что стоит Прикупить Савельсенно Нет Гудбай Май Френд Бежим Бежим Обратно На КК корабль Где нас ждет Новый наш Тиммейтик Новый наш Дух Это мы тут Уже давным-давно Деды А там Вон еще Духи На корабле Появляются Немножко Странного Юморочку От Стримлера Так Пойдем Давай же Посмотрим Как ты Выглядишь Кто там Меня зовет Только Не говори Что тебе Нужно Построить Дом Что тебе Нужно Место Для Картины Вот это Вот Все Великое Пространство Ладно Ладно Я знаю Что я Справлюсь Да Ощущения Могут Быть Странными А вдруг Будет Больно Ты Здесь Хорошо Обещай Что мне Не будет Больно Что ты Поболит Всего Лишь Пару Лет Не Могу Сказать Что доверяю Тебе Но Выбора У меня Нет Ну Меня Зовут Густав Или Густав Не знаю Почему Но я Не могу Избавиться От ощущения Что мы Где-то Встречались Прежде В любом Случай Я счастлив Что наши Пути Пересеклись На этом Острове И я Знаю Что вместе Мы Совершим Великие Дела Этот Мир Прекрасен И Отвратительный И искусство Отражает Обе его Стороны Воистину Стелла Боги Ниспослали Нам Великое Вдохновение Наш Священный Долг Возвышать Души Красоте И Благовению Я Не Отступлю Стелла Я Соберу Величайшую Выставку Своей Жизни И Ты Мне В этом Поможешь Только Представь Это Грандиозное Зрелище Но Первым Делом Плата Как Только Меня В жизни Не Обзывали Но Никто Не Посмел Меня Назвать Скрякой Дал Мне Обол Таки Ты Павлин Что Ли Стало Быть Что Ты Хочешь Что Ты Ешь Ешь Ли Ты Фрукты Я Не Хочу Есть Как Твое Настроение Дает Ценные Предметы У Тебя Мы Отвезем К вечным Вратам В последнюю Очередь Немножко Циничности От вашего Стримлера Самую Капельку Как Говорится Облики Лишними Не бываем Так Подожди Не туда А погоди А шо это Такое Как это Добыть Никак Да Это чисто Визуал Ну надо было Проверить А шо то я Запамятовал Так Нам нужно Стало быть Решить Куда мы Дальше Плывем И нам Бы По хорошему Тащету К Вечным Вратам Отправиться А пока мы Это делаем Пока мы Это делаем Мы Вероятно Сбреем Тут Забыл что Это Но я Это Сбрил И Посадим Кофу Посадим Кофу И Кто там От меня Уже Что то Хочет Что ты Хочешь От меня Ах да Он же Дом Наверняка Хочет Прежде чем Мы начнем Работу Над самой Выставкой Необходимо Сделать Некоторые Приготовления А именно Убедиться Что у нас Есть доступ По всему Нужному Оборудованию А теперь Скажи Мне На лодке Есть Какое Нибудь Приспособление Для работы С деревом Например Лесопилка Оно Бы Очень Пригодило В строительных Работах Да Как Удобно С помощью Ткацкого Станка Мы могли Быть Одежду И ткань Если На корабле Станок Фантастика Плавильня С инструментами Для работы По металлу Может выполнять Множество Функций Если у тебя Что нибудь Подходящее В самом деле Рабочая Плавильня Стелы Какой удивительный Хорошо Оснащенный Корабль И наконец Крылеугольный Камень Работа Любого Куратора Почтовый Ящик Переписка С коллегами Академиками Коллекционерами Чрезвычайно Важна Для моей работы Ты уже Поставила Почтовый Ящик Фантастика Похоже В моем списке Осталось Парочка Пунктов Я не буду Тебя Задерживать Дом Мы должны Поставить Дом Дом Для этого Павлина Эмм Утедж Олисы Атул Саммер Гвен Гостевой Ааа У него нет Гостевого дома Как это В смысле Нет личного Дома Ты что Ты что Бомж А как же Вот это Из ядерного Пепла Они Позялись Ай простите Не тот Не тот фильм Не тот Сезон Не та серия Вообще Не о том речь И было там Не так Там было Из пепла Ядерного Огня Но это Не точно Ладно Что поделать Пока я не знаю Давай еды Скрафтим Давай Давай скрафтим Еды Дрятуть Хочу Жрять Жрять Подождите Мне сказали Что надобно Атулу Заленую Куличку Для этого Нужны Зылы Что есть Зылы Погоди Погоди Погодите Там Что-то Происходит Срочно Что-то Где-то Происходило Вернитесь То И где Происходило Я не понял Кто-то Меня Куда-то Звал Я же Правильно Понял Или Неправильно Понял Ну Постойте Меня же Кто-то Куда-то Звал Кажется мы прошляпили Какой-то кики-ки вестик Ладно В итоге меня отвлекли В итоге меня отвлекли От самого главного Приготовить У нас есть курица Но что есть жиры в понимании Ладно Пусть делается курица с грыбами Вишню Не знаю насколько это рационально Кормить барашка вишней Но ты будешь есть вишню А ты у нас будешь есть Ни за что не поверишь Персик Ага не ожидал Не ожидал Думал я скажу вишню А вот нет А вот ничего подобного Выходим А ты А ты у нас будешь есть Грушу И теперь мы тебя Стрижем Ой Забыли собрать То что с тебя Состригли Мне предлагают Выполнить что-то Гроза Не бойся Трали-вали Ширли-мырли Но Я говорю Нет 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 Просто нет И второй раз Я говорю Нет Окей Вишня Спасибо шкипер Это трапеза Питательно Обнимашки давай Иногда трогательные моменты Бывают очень к месту Но лишь иногда Ладно Минус морковь В смысле Плюс морковь В смысле Минус Но плюс Но ты понял Минус на плюс Дает Ничего Ноль Зеро Значит я не получил Морковь Ладно Хватит Тем временем Мы почти Приплыли на место И у нас почти Закончилось время Серии Я укладываю Укладываюсь В тайминге Одной серии Чтобы тебе Было удобно Смотреть Не забудь Полайкать За это Так Что-то от меня Кто-то хочет Кто и что От меня хочет Стелла Ты готова Да Спасибо Так я не понял А где этот Павлин Ты че не провожаешь Иди давай Провожай Там между прочим Саммер уходит Которая тут Побольше твоего Была Понял Нет Только быстро Проявил уважение А то пришел Ты ко мне Без уважения Ты даже Не называешь Меня другом Ты приходишь Ко мне И говори Стелла Я хочу От тебя Еды Обнимашек Но ты делаешь Это без уважения Ладно Мы Отправляемся Давай В последний раз Тебя покормим В смысле Обнять Хочу тебя Напоследок Теперь Мы готовы Поплыли Навстречу Вечного В смысле Вечных Врат Я правда Думала Что в этот раз Я смогу С ним Справиться С драконом Я была Уверена Что он Успокаивается Я чувствовала Как он Урчит Его тепло В моей Груди Похоже Я просто Заноло Повторила Свой путь Прямо Как мой Отец Дракон Есть Зверь Неукротимый Если я Правильно Помню Свои же Слова И не важно Забочишься Ты о нем Или пытаешься Побороть Ах Что бы ты Подумала Обо мне Роза Гордилась бы Она мной Или была бы Разочарована Я все думаю Что бы она Сделала На моем месте Но я не знаю Я знаю Что бы она Мне сказала Она бы Посмотрела Мне Прямо В глаза Ее взгляд Пронзил бы Завесу Моей Внешней Оболочки Она бы Не сказала Ни слова Она С самого Начала Знала Она знала Что дракон Заберет Меня Она знала Что я пыталась Бы полюбить Его А не ненавидеть Осудила Бы она Меня За неудачу Я не смогла Полюбить Его Стелла Я не Смогла Я ненавижу Его Но теперь Он часть Меня И так Будет Всегда Я хочу Уйти Достойно Я должна Принять Это Мне так Нравились Наши Уроки Как жаль Что я не смогу Передать тебе Все свои Знания Ты поистине Одаренный Ученик Стелла Я так Тобой Горжусь Горжусь Твоим Сердцем Горжусь Твоей Цветущей Душой Прости Что покидаю Тебя Тебе Придется Учиться Самой Я не Сомневаюсь Что ты Справишься Я могу Научить Тебя Еще Одной Вещи Я покажу Тебе Из чего Мы Сделаны Из Бесплотного Звездного Света Мы Лишь Частицы Мысли В широком Потоке Сознания Это Мой Последний Урок Тебе Стелла Все Меняется И все Заканчивается Но Саммер Нет Горечь Сковала Мою Душу Ведь Саммер Сейчас Покинет Нас И Это Грустно Я Тобой Горжусь Стелла И я Знаю Что Роза Тоже Гордилась Б Спасибо Тебе За Все Обнимаски Давай Водь Без Обнимасок Нельзя Я Субтитры создавал DimaTorzok Задание выполнено Клубок метастаз А здесь будет лежать Цветочек духа Ведь мы распрощались Саммер Минус Саммер, ребятки И это грустно Это грустно, ребят Так грустно, что хочется плакать Ну получается Ребятки, что Для данной серии слишком много Событий, поэтому ее Нужно заканчивать А ссылочка на прохождение этой Игры, а если быть более точным На плейлист с прохождением этой игры Будет, конечно же, в описании Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии Подписывайтесь на мой канал, на группу ВК Сообщество Баттлнете, серый дискорд А также на мой инстаграм Удачи в играх и не только И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok